Здарова, ребят! Третья часть официальных рейтингов в FIFA 17, и на этот раз у нас игроки с рейтингом 88, и первый из них это Джорджо Уклилини, рейтинг 88. Этот выпуск, я, кстати, постараюсь сделать немножечко побыстрее, немного скомпонованней, чем предыдущий, просто буду говорить быстро, максимально быстро. В общем-то, Джорджо Уклилини, рейтинг 88, в предыдущей фе был рейтинг 87, плюс один апгрейд. Хороший сезон в Италии, в очередной раз стал чемпионом, неплохой евро с Италией, апгрейд, как по мне, абсолютно заслуженный. Далее у нас Джан Луиджи Буфон, у которого рейтинг 88, блять, в предыдущей был 84, плюс 4 апгрейд. Действительно, этот сезон выдался просто невероятному великого Джиджи, я серьезно видел очень много его игр, и такое чувство, что он с возрастом становится только лучше. Апгрейд, как по мне, абсолютно заслуженный, действительно, один из лучших голокиперов мира на данный момент. Дальше у нас Филипп Лам, который также получил апгрейд на плюс 1, то есть у него был 87, еще и смена позиции. Снова вернулся он на свою родную, на РБшника, в общем-то, правого защитника был опорником, и теперь, наконец-таки, будет справа в защите, плюс 1 апгрейд. Не знаю, если честно, за что ему дали апгрейд, как бы, ничем примечательным он особо в Баварии не выделялся, но, как бы, защитник, коим является Лам, это даже и хорошо, если про него мало говорят, потому что, если про защитника мало говорят, значит, он выполняет свою работу великолепно. Дальше у нас Тони Кросс, рейтинг 88, тоже апгрейд, плюс 1, и, господи, пейс 45, ебануться просто. Я видел кучу игр Кросса в этом сезоне, ну, не верю я, что чувак в 26 лет бежит на 45, у него пова пейс, если не ошибаюсь, такой же, как у Лэмпорда, в его 30 с хером там. Ну, просто, ну, непонятно, как в 45 Тони может так бежать, по мнению Фифы. Собственно говоря, тоже отличный сезон Кросс провел, выиграл Лигу Чемпионов, со сборной дошел до полуфинала, поэтому апгрейд. Эден Азар, рейтинг 88, и вот это тот случай, когда даунгрейд, действительно ужасный сезон, не только у Азара, но и у всего Челси. Возможно, во многом из-за этого, как бы, не сложился сезон именно у самого Азара, потому что Челси показывал, действительно, ужаснейшую игру, закончил сезон на 10 месте, вы только вдумайтесь. Азар практически не забивал, практически не отдавал, и, как мне кажется, даже рейтинг 88 для него многовато, я ему 87 поставил. Далее у нас Кевин Дебрюйне, ну, или Дебруйне, как вам угодно. Ну, ладно, была карточка 86, было охереть, какое огромное количество разных, разноцветных карточек у него, и, собственно говоря, рейтинг 88 в новой ФИФе. Блин, боссы Челси наверняка сейчас кусают локти от такого, что такого игрока отпустили. Единственное минус его карточки, это Райт Вингер, то есть, ну, вот это вот, как бы, случай по Е, Сильва, то есть, как бы, понимаете, игрок охеретительный, но не на крайнего полузащитника, вот, кстати, это его только на ЦАП поставить, будет просто все идеально. Поэтому, когда выйдет первый же информ, а я уверен, что Дебрюйне его получит, и, мне кажется, он будет где-то на позиции ЦАПа, потому что при Гвардиоле Дебрюйне играет в центре поля, то та карточка будет просто бомбезная. Ну, и эта с рейтингом 88 тоже неплохая, жаль, только позиция РМ. Дальше у нас Диего Гадин, рейтинг 88, ну, тут кратко, у него был рейтинг 85, потом получил охереть до 86, и сейчас он 88, абсолютно заслужен, на данный момент один из самых лучших защитников в мире, просто не такой распиаренный, на самом деле, действительно, заслужил такой рейтинг, просто зверь. А-а-а, лицо Фифы, Марка Ройс, собственно говоря, рейтинг 88. Мне кажется, ему рейтинг завысили, если честно, у него, по-моему, был 86 в предыдущей Фифе, и, как бы, вы понимаете, мне кажется, ему завысили только за то, что он, как бы, лицо Фифы, и, типа, должен быть он как-то... ну, не знаю, короче, в общем-то, мне кажется, только за счет того, что он лицо Фифы, ему дали рейтинг 88, а на самом деле играет он на данный момент, где-то 86-85, при том, что Марка Ройс действительно очень много в последнее время пропускает из-за травм. А-а-а, карточка, конечно, выглядит просто бомбезно. Е-е-е, Петруня Чех, рейтинг 88, е-ба, у него был рейтинг 85. Фифе 16-ый, в этом у него уже... уже него 88. Блин, классный сезон, да, действительно, едва не стал чемпионом он с Арсеналом в свой первый же сезон, но, собственно говоря, игра он просто замечательная, и апгрейд абсолютно заслуженный. И последний, конечно же, куда же без него Андреас и Ньеста, друзья. Куда же без него? Постоянный, каждый год рейтинг 88, собственно говоря, он играет на своем уровне. Не больше, не меньше, рейтинг заслуженный, и как бы все, все чики-пуки.